Многоквартирный дом в спальном районе Перми стал объектом внимания сотен жителей города. Проходящие мимо него люди то и дело тыкают пальцем в сторону одного из окон. Кажется, что все знают, где именно живет недавно вышедший из колонии Михаил Малышев. 23 года он отбывал наказание за расправу над мужчиной и девушкой-студенткой, несмотря на то, что полиграф показал, что отнятых в жизни было более 8. Из частей тел своих жертв он готовил пельмени и пирожки, которые продавал на рынке и раздавал соседям. Мало кто предполагал, что в доме на улице Маршала Рыбалка в 128-й квартире разыграется трагедия, о которой до сих пор видавшие многое милиционеры говорят с содроганием. Глядя на эту серую пятиэтажку в Закамске, так сразу и не поверишь, какие ужасы творились в одной из ее квартир в конце 90-х, начале 2000-х. На первом этаже дома в интеллигентной семье жил мальчик Миша. Он рос упитанным, за что его часто травили в школе и издевались, нанося физические травмы. Этот случай серьезно травмировал психику школьника, он озлобился и начал заниматься спортом, превратившись в атлета тяжеловеса. Еще одной травмой для мальчика стало второе замужество матери и последующее рождение младшей сестры. Миши не нравилось, что теперь все внимание достается крохе и повзрослев Миша стал вымещать свою злость и обиду сперва на животных, а потом и на людях. Все фотографии, которые не пропустят ютуб я выложу в телеграм-канал, ссылка будет в описании. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать свое мнение по данной теме в комментариях. Однажды во дворе он лишил хвоста соседскую кошку. Когда к родителям пошли разбираться жильцы, мать мальчика с порога им заявила, ну подумаешь, Мишка на отца серчает, вот и решил сорвать зло на этой твари. За него всегда вступалась мать, сурово разбираясь с обидчиками. Восемь классов он закончил с неудовлетворительным поведением. За три года Михаил сменил три школы. Работать не пошел, да его никуда и не брали. Со временем его поведение не изменилось. С 1990 года за подобные действия над животными он был поставлен на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Участковому он признался, что мясо животных употреблял в пищу. Но страж порядка не придал этому значения, посчитав рассказы преступника мальчишескими фантазиями, а напрасно. Излюбленными местами досуга стали у Миши чердаки и подвалы. Он мечтал работать на мясокомбинате, где, как он считал, можно досуто наесться. В семье его деликатесами не баловали, хотя спиртное водилось в избытке. Самостоятельная жизнь Малышева пошла наперекосяк. Он перебивался случайными заработками, к нему зачастили гости – мужики со следами вечного похмелья и потрепанные жизнью дамы. Квартира превратилась в проходной двор, где одна помойка сменяла другую. И вот однажды ему в голову пришла мысль – зачем покупать продукты, когда пища сама бесплатно приходит к тебе домой? За несколько лет Михаил лишил жизни и съел двух человек, а также сотни кошек и собак. Полгода держал в рабстве молодую студентку, издеваясь над ней самым извращенным образом и кормил друзей супом и пельменями из добытого мяса. Через год после загадочного лишения жизни девушки оперативники обнаружили в реке части тел мужчины. Тогда в этом преступлении подзаревался мужчина, который жил рядом с рекой. Подтверждалась версия о психически ненормальном человеке, который питается человеческим мясом, так как многих частей не хватало. Позже маньяк начал зарабатывать на жизнь продажей собачьих шкур на шапке. В один из дней преступник познакомился со студенткой Инной. Однажды он пригласил ее к себе домой, откуда больше не выпустил. Маньяк сделал из нее рабыню. Михаил всячески издевался над своей пленницей. Он использовал ее в качестве своих половых утех, надкусил ей кончики ушей и носа для устрашения. Уже после освобожденной Инна рассказала, что маньяк хотел, чтобы она родила ему ребенка, которого тоже хотел сделать рабом. Спустя некоторое время Инна надоела Михаилу, и он заставил ее привезти новую жертву. Она привела к нему в дом еще одну студентку. Днем позже к Малышеву пришли два собутыльника. Один из них был милицейским. Они втроем воспользовались похищенной студенткой, после чего Михаил лишил ее жизни, разделал и использовал в дальнейшем в пищу, а оставшиеся останки выбросил в реку Каму. Маньяк сделал из мяса пирожки и пельмени, которые в дальнейшем продавал и угощал своих знакомых. Как говорили знакомые преступника, мясо не отличалось от говядины, и они ничего не заподозрили. Некоторые части тела позже всплыли в реке. Был задержан мужчина, который жил неподалеку и сознался в том, что это именно он лишил жизни девушку. Позже мужчина рассказал, что его угрозами заставили сознаться, так как нужно было успокоить общественность. Спустя год после первой расправы к Михаилу пришел его собутыльник, который начал спорить и ругаться с хозяином дома, вследствие чего Малышев лишил того жизни, употребил в пищу, а позже испорченное мясо выбросил в реку. Маньяк был известным в Перми как алкоголик. После найденных останков правоохранители пошли по ближайшим квартирам и дошли до двери Михаила. Когда следователи начали говорить с Инной, та рассказала всю правду. В доме палача было найдено более 500 килограмм собачьего мяса, также останки двух людей. Когда оперативники только зашли в квартиру к Малышеву, они увидели два больших холодильника, полностью набитых мясом. На тот момент им было сложно понять, человеческое оно или собачье. Во время расследования его деяний вскрывались все новые жуткие подробности. Малышев рассказывал, что с юности, стараясь накачать мышцы, ел бродячих псов, чтобы сэкономить на белковой пищи. За две расправы над студенткой и мужчиной его приговорили к 23 годам колонии строгого режима, в чем были не согласны все жители города. Михаил Малышев отбывал наказание в ИК-10 в городе Чусовой. Он получал зарплату и держался за работу. Как вспоминает источник, в колонии пермский маньяк не был авторитетом, он держался в стороне и старался не привлекать к себе внимания. Но при этом мужчину не травили другие заключенные. Место Малышева было на нижней шконке, рядом с ним никто не жил. Рассказывает один из сидельцев. Постельное белье у него постоянно было грязное, почти черное. Как он ни старался, поддерживать чистоту у него не получалось. Когда сотрудники колонии ругали Малышева за беспорядок на спальном месте, он ревел. В подушке и под матрасом хранил журналы и книги. Говорил, что читает их. Еду ел испортившийся, ставил ее на батарею и не трогал, пока не прокиснет. Когда его ругали за это, он снова плакал. 28 октября 2022 года Михаил Малышев вернулся в родной дом, отсидев от звонка до звонка. Сейчас ему 56 лет, но он до сих пор жив и полон сил, только слегка хромает. По информации СМИ, маньяк должен был выйти 30 октября. Исследования на полиграфе показали, что на счету Малышева скорее всего не два, а восемь расправ, просто их останки найти не смогли. По закону у нас нет наказания за каннибализм, это даже не отягчает ответственность, но открывшийся факт того, что Миша ел человеческое мясо по принципу, мол, зачем добру пропадать, до сих пор наводит ужас на пермяков, на соседей по дому, где жил этот страшный человек. На следствии Михаил смаковал, рассказывая, что ему поедать особенно нравилось. Друзья Малышева, в свое время отведавшие пельмени и пирожки, которыми угощал маньяк, узнав подробнее, чем блюда были нафаршированы, долго приходили в себя. Даже сокамерники узника боялись. В колонии никто не связывался с сильным Мишей, который был при кухне и возил тележки с продуктами. Повар был сыт и доволен. В тюрьме Малышев набрал около 30 кг веса. В страхе несколько лет жила с Мишей Инна, она стала рабыней в 19 лет. Он жил с девушкой, и она помогала стряпать хозяину пирожки и пельмени. И вот теперь 56-летний Миша, здоровый и сильный у себя дома, в Перми, в квартире по улице Маршала Рыбалка. Пожилая мама, интеллигентная женщина, как любая мать ждала сына, читала его письма. Квартиранты съехали, и пенсионерка потихонечку привозила рукастому сыну в квартиру инструмент, чтобы мужчине было чем заняться на воле. Сам маньяк за все время еще ни разу не вышел из квартиры. Еду ему приносит мама. Сам Михаил говорил, что боится выходить на свободу, так как опасается того, что вернется за старое. Что теперь от него ожидать, никто не знает. Сейчас жильцы дома опасаются за своих детей и за себя. Стараются быстрее попасть домой и не гулять по вечерам, ведь самый опасный маньяк Перми сейчас живет рядом с ними. Накануне Малышев едва не устроил в доме ЧП. В пятницу 4 ноября его соседи почувствовали в подъезде сильный запах газа и вызвали газовиков. Приехавшие на место специалисты выяснили, что утечка произошла в квартире людоеда. Он не до конца повернул кран регулировки газа. Специалисты провели с ним беседу. Что сейчас с Инной, которая была в рабстве несколько лет у маньяка, неизвестно. Жильцы пятиэтажки единогласно решили добиваться через суд переселения Малышева куда-нибудь подальше. Более того, активисты собирают подписи по всему городу. Полицейские, к которым обратились обеспокоенные люди, объяснили, что будут следить за Михаилом, как и за любым другим заключенным, который освободился из мест лишения свободы. Проще говоря, людоед должен приходить отмечаться, не может покинуть город без предупреждения и ему нельзя пить спиртное. Только если маньяк вновь захочет кого-нибудь съесть, правоохранители остановить его не успеют, говорят его соседи.